уважаемые стрельцы всем доброго времени суток я приветствую вас на канале око таро меня зовут ольга и сегодня предлагаю вашему вниманию таро прогноз на неделю 4 по 10 октября включительно расклад общий он подойдет как женщинам так и мужчинам поэтому я вас всех приглашаю к своему столу события этой недели мы будем рассматривать в общем основные ее моменты связаны с вашей работой карьерой с вашими финансами также рассмотрим взаимоотношения с другими людьми во внешнем мире что ждет вас в личной жизни и те кто в паре и те кто остается в свободном поиске постараемся рассмотреть скрытые факторы на ближайших несколько недель о чем вам нужно знать заранее для того чтобы избежать ошибок и посмотрим чем для вас это неделя завершится сейчас традиционно вы можете загадать картам один вопрос желания вы на него получите ответа или нет но в конце чтения основного вашего расклада кота карта которую я достану в произвольном порядке и будет являться ответом на ваш заветный вопрос желание должно быть всего лишь одно сейчас колода настраивается на вас поэтому думайте о своем вопросе желание также на стреле есть еще одна дополнительная колода это таро золотые мечты ленорман надеюсь что свой вопрос вы уже загадали и начнем ваша первая карта на начало этого периода уважаемые стрельцы все карты перед вами сразу хочу за акцентировать свое внимание на том что в центр в сердце вашего расклада выпала одна из самых сложных карт в колоде таро это карта башни она может предполагать любой форс-мажор неожиданности нервы все то что выводит вас из нормального состояния поэтому эмоции по этой карте могут зашкаливать но начнем со всего и по порядку для начала для вас выпала карта четверки посохов эта карта говорит о том с каким настроением вы входите в начало этого периода а по четверочке посохов это прекрасный запас энергии оптимизм эта карта может показывать ваших ближайших друзей любого рода переговоры общения кто-то возможно прекрасно провел выходные и находится под впечатлением выходных а кто-то уже в начале этой недели планирует следующий отдых почему потому что по этой карте такое чувство что вы продолжаете отдыхать или вам этого отдыха хочется эта карта может показывать кого-то из родных из близких из вашей семьи тех людей кто вас может поддерживать сама по себе карта стабильная и она говорит о том что в вашей жизни в начале этого периода есть определенная стабильность и равновесие на центральные события всего этого периода выпала карта тройки жезлов эта карта говорит о том что несмотря на то что из-за чего-то вы будете очень сильно нервничать многие вопросы вы все-таки сможете решить эта карта кармическая она может предполагать любые сложные кармические задачи уроки которые в данном жизненном моменте вы проходите эта карта мужских энергий и если говорить о мужчинах стрельцах эта карта может показывать вас собственной персоной ваше желание чего-то добиваться ваше желание идти вперед расти и в общем-то для вас действительно открыты многие двери почему потому что вы люди командные вы умеете общаться вы умеете договариваться и первая карта тоже показывает активные переговоры с кем-либо уже в начале этого периода для женщин эта карта может предполагать то что в чем-то вы проявляете мужские черты характера возможно в чем-то вам будет помогать мужское лицо вы также командные люди и многие на вас могут еще равняться к центральной карте мы еще вернемся теперь перейдем к нашим семейным парам для семейных пар выпала карта туза посохов и двойка посохов две карты жезлов говорят о том что вашей семье горячо что-то очень горячо обсуждается определенной есть споры противоречия но их нельзя назвать конфликтами если говорить именно о вас то вы в этих отношениях доминируете или пытаетесь на себя брать основную ответственность за дом за семью за основные бытовые моменты если говорить о вашей второй половинке рядом с вами может быть довольно таки азартный человек он может с вами делиться своими планами на будущее и вашу вторую половинку волнует то как улучшить доходы он или она готов в чем-то рискнуть и возможно вы этот риск поддерживаете но для семейных пар хочу сказать так идея которую вместе вы рассматриваете и возможно не одна действительно хорошая но не совсем благоприятная именно для этого периода почему потому что по центральной карте башни многим из вас как семейным так и одиноким я не советовала бы начинать какие-то очень важные глобальные проекты в этом периоде вы можете подтягивать только силы для того чтобы позже решить определенный вопрос тем более что и в дом финансов для вас выпала карта старшего аркана дьявола она может показывать любые махинации сложности проблемы трудности две эти карты вместе могут показывать любые курьезы и на внешний мир выпала карта мага когда кто-то пытается оказывать на вас давление у вас могут быть вынужденные потери вы даже не будете тому виной вас другие люди подводят под эти потери поэтому любые предложения сделки которые приходят к вам в этом периоде из внешнего мира стоит очень внимательно рассматривать со стороны определенных людей в отношении вас может быть хитрость интрига игра не самое благоприятное время для того чтобы одалживать деньги брать кредиты подписывать важные договора и снова вернусь к семейным парам несмотря на то что что-то важное для вас двоих вы с интересом обсуждаете в конечном итоге вот это может закончиться конфликтами и спорами почему потому что что-то может для вас оказаться провальным поэтому даже в доме в этом периоде не стоит начинать крупных начинаний ремонт покупки переезд смена места жительства лучше все это перенести на более благоприятный период перейдем к нашим свободным стрельцам и для вас выпала карта тройки монет карта пажа посохов и карта королевы чаш в общем-то три неплохие карты для многих из вас они говорят о том что в работе есть движение у многих есть основная занятость вы пытаетесь улучшить свои доходы возможно кто-то попутно получает дополнительное образование или знания возможно вы проходите определенные тренинги или мастер-классы все это то что способствует вашему развитию но в деловой сфере в этом периоде могут возникать любые конфликты из-за денег из-за противоречий в деловых отношениях такое чувство что вы на кого-то будете очень сильно злиться по работе возможно выяснение отношений конфликты разбирательства но если смотрит меня женщины для вас этот конфликт закончится вполне благополучно но по башне это все таки нервы если говорить о мужчинах одиноких стрельцах сложную задачу вам поможет либо решить женщина либо женщина вас в чем-то готова поддержать и дать вам нужный и правильный совет если говорить о делах амурных о любви у тех у кого есть дети от прошлых отношений в особенности дети взрослые или подростки я вижу что из-за детей в этом периоде у вас могут быть нервы из-за их образования у вашего ребенка на что-то может быть свое мнение и он или она вас попросту не слышит если вы будете на своего ребенка оказывать давление это особо ничего не даст здесь нужно что-то решать мудрым словом если говорить о личной жизни конечно же по пажу это возможное знакомство возможный интерес кого-либо к вам или ваш кому-то переписка переговоры телефонные звонки но если говорить о женщинах несмотря на то что вы кому-то нравитесь вам кажется что это не те варианты и возможно вы правы и многие из вас надеются на новые знакомства и встречи но все-таки если вы с кем-то встречаетесь вот эти карты предполагают то что отношения будут развиваться но зависят они от женщины но все равно в этом периоде возможны между вами конфликты и недоразумения потом эти недоразумения будут сглажены карты могут показывать и ревность либо вы ревнуете либо вас ревнуют по этому поводу тоже могут быть пылкие страстные разговоры вы явно не относитесь к тем людям которые готовы быть на вторых или на третьих ролях поэтому вы не потерпите никакую конкуренцию рядом с собой несмотря на то что в работе и в делах будет очень много хлопот суеты и нервов заработать все-таки многие из вас смогут для тех кто не работает карты могут предполагать то что у вас есть дополнительные источники доходов и вернемся к нашей центральной карте так как эта карта может говорить о основных кармических моментах башня предполагает то что вам что-то старое в своей жизни нужно разрушить для того чтобы вашу жизнь пошло что-то новое и не дожидайтесь пока это произойдет само собой возможно вам какие-то процессы нужно где-то даже ускорить конечно же эта карта предполагает в любом случае нервы вам очень тяжело себя контролировать это может отражаться и на вашу личную жизнь и на деловую сферу в этом периоде у кого-то могут срываться важные договора сделки эта карта предполагает форс-мажор любого рода могут быть у кого-то проблемы и с казенными домами при том это та сложность которую решить крайне тяжело как бы вы ни старались рядом мы видим и дьявола и мага так как для вас выпали две магические карты рядышком они могут предполагать то что в жизни кого-то из вас есть наличие магии либо с помощью магии кто-то на вас пытается оказывать разрушительное воздействие и у этих людей получается потому что в вашей жизни не ладится и если именно в этом периоде у вас действительно происходят разрушения потери те разрушения которые вы сами не запланировали этому могут быть виной другие люди кто-то возможно сознательно пытается разрушить вашу жизнь и из внешнего мира кто-то пытается вами управлять кто-то возможно рассчитывал или на ваши деньги или на ваше место но так как не получается получить то что эти люди хотят они вам всячески вредят возможно кто-то из вас сам увлекается эзотерическими практиками вы практикуете но если вы практикуете сами я вижу что вы можете допустить грубую ошибку и сами себе в чем-то навредить поэтому не переусердствуйте на финансы карта дьявола тоже не является благоприятной она конечно может предполагать левые доходы доходы вне закона любые сделки и авантюры но в конечном итоге вы будете очень горько разочаровываться из-за того что подались вот этим искушения у тех у кого есть долги или кредиты их крайне сложно отдавать и вам приходится здесь прибегать к хитрости для того чтобы как-то этот вопрос разрешить в данном периоде если должны деньги вам то явно та сторона эти деньги не собирается вам возвращать вам могут рассказывать сказки вам могут говорить что отдадут завтра послезавтра в следующем месяце но это все сплошная манипуляция карты говорят о том что вы слишком многим рискуете в этом периоде и если меня смотрят игроки вас также могут ждать крупные потери давайте посмотрим на скрытые факторы на ближайших две недели о чем вам нужно знать заранее для вас выпала карта старшего аркана солнышко двойка монет и карта туза монет две материальные карты говорят о том что в ближайших две недели по прошествию этой недели свое материальное положение вы все-таки сможете выровнять поправить и не без помощи ваших родных и близких или друзей карты предполагают то что жизнь предоставляет вам шансы возможности выгодного действительно нужного для вас сотрудничество которое приносит прибыль вы будете приятно чему-то удивляться все-таки по солнышку вы продолжаете идти за своими амбициями а у вас их очень много единственно на то чтобы все ваши желания реализовать нужны деньги я вижу что вы стараетесь выкручиваться по двоечке пентаклей и вам это удается возможно даже в какой-то момент из-за вот этой рутины повседневности у вас будут опускаться руки но для вас выпадают удача благодаря которой вы многое сможете изменить притом и в делах и в личной жизни и давайте посмотрим чем для вас завершится эта неделя на завершение этого периода выпала карта рыцаря мечей она предполагают то что если смотрит меня мужчины результатами этой недели вы будете крайне недовольны вы будете очень нервничать вы на кого-то будете очень злиться и в выходные у вас кем-то могут быть конфликты и выяснения отношений возможно это вынужденная дорога которая также для вас крайне нервная вы куда-то очень торопитесь спешите летите кстати те у кого есть свой личный транспорт также повышенная внимательность потому что в этом периоде возможной аварии и об этом говорят вот эти две карты поэтому не торопитесь если вы находитесь состоянии нервного срыва за руль лучше не садитесь если говорить о женщинах в конце этой неделе вы будете нервничать из-за мужского лица мужчина провоцирует вас на конфликт и давайте возьмем для вас карту основного совета и для женщины для мужчины и спросим что вам нужно знать для вас выпала карта пятерки чаш карта лисы и если говорить о женщинах эта карта предполагает то что вам в чем-то нужно быть хитрее также эта карта намекает на то что вашем самом ближайшем окружении есть человек которому вы доверяете как самому себе а а этот человек является вашим прямым врагом и может что-то пытаться решать за счет вас мы здесь видим лису которая уже схватила утку и пытается удрать эта карта может предполагать воровство желание вас в чем-то поиметь желание что-то решить за счет вас и это тот человек которого вы слишком близко впустили в свое приватное пространство мы эту лису видим возле вашего дома но так как эта карта выпала на совет она предполагает то что даже когда вы поймете кто ваш истинный враг вы ему или ей подыграйте сделайте вид что вы ничего не понимаете и при этом наносите удар и решайте свои вопросы и давайте посмотрим сбудется ли ваше желание на ваш вопрос выпала карта шестерки мечей эта карта дает ответ да ваше желание сбудется я так полагаю что вопрос был задан или со старой проблемой или чем-то для вас болезненным но что-то проблемное остается позади и эта карта предполагает дополнительные возможности и ресурсы которые у вас появятся скорее всего свой вопрос вы будете решать не один или не одна кто-то вам здесь помогает возможно вы с кем-то находитесь на расстоянии также эта карта может предполагать любые дороги встречи или командировки как подсказка в отношении вашего вопроса возможно сейчас вам чего-то приходится ждать из-за чего-то вы очень сильно волнуетесь но в скором времени желаемое вы получите и давайте возьмем еще три дополнительные карты и спросим что еще вам было бы интересно знать в этом периоде три карты карта лабиринта карта женщины и карта масок видите даже вот эти три карты подтверждают то что в вашей жизни слишком много обмана слишком много лжи кто-то может находиться в состоянии треугольников четырехугольников не может разобраться со своей личной жизнью вы играете с кем-то кто-то играет с вами и об этом говорит карта масса которая выпала на внешний мир рядышком с вами если говорить о женщинах я так понимаю что вы запутались возможно вы вовлечены в определенную жизненную игру вам приходится сейчас принимать правила чьей-то игры но вам тяжело что-то поменять самостоятельно если говорить о мужчинах стрельцах то ваша основная проблема может быть из-за женщины или из-за женщин самое интересное что по этой карте я не вижу любви преданности в чем-то с вами может играть даже та женщина которой вы очень верите уважаемые стрельцы таким для вас был расклад на этот период пишите в обратных сообщениях насколько эта информация для вас важна и полезна и конечно же я с вами не прощаюсь я вас всех жду в следующих недельных прогнозов всем удачи и до свидания